Здравствуйте! В прямом эфире с последними новостями ARAT News. В студии работает Лиана Галуян. Подведем итоги дня. Фондовая биржа Армении стала одним из лидеров по объему торгов среди стран ЕАЭС. Фондовая биржа Армении стала одним из лидеров по объемам торгов среди стран ЕАЭС. В лидерах также Кыргызстан, сообщает Евразийская экономическая комиссия. ЕАЭК отмечает, что казахстанская фондовая биржа Astana International Exchange в 3,5 раза увеличила объем торгов. Фондовые рынки других государств ЕАЭС оказали умеренный рост. Товарные биржи также показали рост объемов торгов, за исключением АО «Товарная биржа Евразийская торговая система». При этом индексы цен на нефтепродукты выросли. А динамика цен на различные виды сельскохозяйственной продукции оставалась разнонаправленной. ЕАЭС поддерживает реализацию национальной стратегии образования в Армении. ЕАЭС поддерживает имплементацию национальной стратегии образования в Армении. Грантовое содействие достигнет 25 миллионов евро, заявил глава делегации ЕАЭС в Армении посол Василис Марагас на открытии Всемирного армяновеческого конгресса. Он отметил, что содействие будет нацелено на развитие образования и создание конкурентоспособной экономики. По словам Марагаса, ЕАЭС уделяет очень большое внимание сотрудничеству с Арменией, в частности в сфере культуры. Придает важное значение сохранению исторического и культурного наследия. Как заявил Марагас в мае текущего года, стратегическое сотрудничество между ЕАЭС и Арменией в сфере образования стартовало в 2019 году. Портфель образовательных программ, реализуемых ЕАЭС в Армении, составляет более 70 миллионов евро. Стратегия развития сферы образования Армении до 2030 года предусматривает важные реформы, в том числе создание лабораторий STEM-наук в различных регионах и ведение учебных программ, строительство школ и развитие системы управления школами, а также исследование в направлении зеленой экономики и оценки результатов школ. По факту крушения тренировочного самолета в Армении заведено дело. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту крушения тренировочного самолета Як-52 недалеко от Ехварта. Как сообщили ведомстве, уголовное производство инициировано по части 2 статьи 539 Уголовного кодекса «Нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов», что привело к гибели двух или более человек. Спасатели извлекли тела погибших офицеров и курсанта из разбившегося самолета с помощью спецтехники. Учебно-тренировочный самолет Министерства обороны Як-52 упал утром 19 июля у местечка Лачер, близ Ехварта. Имена погибших пока не обнародованы. Экспорт иранского газа в Армению в ближайшее время удвоится. Об этом заявил посол Ирана в Армении Мехти Собхани. Он напомнил, что год назад Армения и Иран продлили действие соглашения газ в обмен на электричество до 2030 года. Так, ежегодно Тегеран экспортирует в Армению 360 миллионов кубических метров газа, а взамен импортирует электроэнергию. Собхани отметил, что в сфере торговли удалось увеличить товарооборот с Армении до 711 миллионов долларов. Ежегодно между Ираном и Арменией курсирует 400 грузовиков. Собхани подчеркнул, что Армения – важный рынок для Ирана, так как является страной-членом ЕАЭС. Отношения между Ираном и Арменией имеют особое значение из-за географического и стратегического положения. Между странами 46-километровая граница, что играет жизненно важную роль в укреплении региональной безопасности. Среди реализуемых совместных проектов он назвал программы в области инфраструктуры и энергетики, такие как строительство дорог и расширение обмена газом и электроэнергией. Из-за сильного ветра в Ереване повалены деревья и крыши В Ереване из-за сильного ветра дерево упало на прохожего, сообщает спасательная служба МВД Армении. 18 июля 22.19 в Национальный центр по управлению кризисами поступил сигнал о том, что на проспекте Арцаха ветер повалил дерево. На место выехал боевой расчет пожарно-спасательной бригады. Выяснилось, что пострадал 77-летний гражданин. Его госпитализировали. По информации спасательной службы, вечером 18 июля сильный ветер повредил крыши домов и повалил деревья в разных административных районах армянской столицы. Это были все новости к этому часу. В студии работала Леана Галуян. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин